Дорогие телезрители, дорогие друзья, для меня большая честь и привилегия приветствовать вас на наших передачах. Для нас великое благословение служить вам. Я благодарю Бога за то, что мы можем делиться тем посланием, которое есть для вас. Я верю, что это слово, которое оказывает влияние, приносит плод в Царство Божие. То, что мы делаем как церковь, мы совершаем надлежащее нам поприще на этой земле. До сега недостигнутых, приходя в поселки, деревни, где никогда не звучала Евангелие, где люди говорят, почему вы раньше не пришли к нам. Мы несем туда весь. Я вдохновляю вас. Присоединяйтесь к нам. Мы нуждаемся в вашей поддержке. Молитвенной, финансовой. В том, чтобы, может быть, приехать и провести время с нашей командой, и пойти в какой-нибудь отдаленный поселок. Есть огромная нужда в том, чтобы Божье Слово пришло туда. Пусть Бог областвует вас. Присоединяйтесь. Мы все с вами знаем, что есть номинальное христианство. Есть, это современный термин, а есть настоящее христианство. Так вот, послушание Слову Божьему и исполнение Слову Божьего как раз является, наверное, главным показателем и производит вот этот главный водораздел между настоящим христианством и ненастоящим. Об этом я хотел бы сегодня говорить. И тема проповеди будет так и называться. Послушание Божьему Слову. Поэтому давайте с вами прочитаем Евангелие от Иоанна, пятую главу. После сего праздник, после сего был праздник иудейский. И пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вефезда, при которой было пять крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссовших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню, возмущал воду. И кто первый входил в нее по возмущению воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находящийся в болезни 38 лет. Иисус увидел его лежащего и узнал, что он лежит уже долгое время, говорит ему, «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему, «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, чтобы когда возмутится вода, когда я вхожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему, «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тот час выздоровел и взял постель свою и пошел. Но было же это день субботний. Посему иудеи говорили исцеленному, «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Он отвечал им, «Кто меня исцелил, тот мне сказал, возьми постель твою и ходи». Его спросили, «Кто тот человек, который сказал тебе, возьми постель твою и ходи?» Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему, «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Небольшим предисловием я хотел бы вот эту атмосферу, вот эту историю как бы передать вам. Итак, давайте представим себе, в канун праздника, великого праздника Иисус, Он входит в Иерусалим. Наверное, нам всем известна атмосфера праздника, в домах горят свечи, на столах лучшие скатерти, лучшая посуда, еда, напитки, веселье, детские голоса, такая, знаете, приятная суета, на кухне там готовится все, кто-то, может быть, там где-то на рынке еще делает закупки, все спешат, все торопятся. Знаете, как у нас всегда перед Новым годом такая предновогодняя суета или перед рождественскими праздниками. И вот евреи особенно чтили праздники. И вот при всем этом было место в городе, которое называлось Вефезда, купальня, при которой, Библия указывает, нам было пять крытых ходов. То есть это были такие, некоторые богословы говорят, достроенные специальные места, в которых находились люди, больные, множество людей, иссохших, хромых, больных, слепых. И вот Иисус, когда праздник, когда в городе царит такая атмосфера, когда все готовятся, Он идет туда, там, где больные. Друзья, прежде всего, хотелось бы сказать, давайте мы будем думать о таких людях, и когда нам хорошо, и у нас все хорошо, давайте мы тоже будем обращать на них внимание, и чем, тем мы можем послужить, давайте мы тоже будем служить. И вот как Иисус входит в это место, Он обратил внимание на одного человека, о котором Библия говорит, что его болезнь была особенно тяжелой. Но заметьте, когда Иисус пришел, увидел Его, и приходит к Нему, Он не упоминает Ему о том, что вот помнишь ты, может быть, тебе надо покаяться в грехах там. Нет, Он не приходит с укором, Он не приходит, чтобы вспомнить Ему прошлое, но Он приходит с одним желанием, чтобы исцелить этого больного. В этом мы видим Божью благость, Божью милость от нашего Господа. Аминь. Поэтому, друзья, давайте мы так же будем вырабатывать в себе вот это отношение к тем людям, которые вокруг нас. Давайте научимся видеть не пороки в людях, не грехи, не то, что они делают, не то, что они пришли там, накуренные, пьяные, или еще какие-то, а видеть прежде всего в этом болезнь, в том, что они нуждаются в исцелении. Иисус так смотрел на людей. Он видел сердца не так, как мы с вами видели. Он видел и знал людей всех. И этот человек, знаете, когда Иисус задал вопрос, спросил у него, хочешь ли быть здоровым? Тот ответ, который он дает, он сквозит, знаете, такой безнадежностью. Он говорит, да, Господи, ну вот у меня такие исключительные обстоятельства. Вот возможность есть, вроде бы, исцелиться, но 38 лет. И знаете, наверное, усугубляло его положение то, что он видел, как некоторые успевали туда, в эту воду войти. И он видел, как они там получали свои исцеления, уходили. И может быть, он даже рассчитывал, что кто-то как-то ему поможет, как он и сам говорит, что нету человека. Может быть, его положение считали уже настолько безнадежным, что мы не знаем, что это была за болезнь, но, скорее всего, это был либо паралич, либо артрит сложной, тяжелой формы, что человек не мог передвигаться, он лежал скрученный, скованный. И он объясняет так, вот, не могу. И Господь, знаете, в свою очередь, Он не требовал от него чего-то такого многого. Он не начал говорить, слушай, тебе надо вот научиться, ну, правильно мыслить, познакомиться со Словом Божьим или еще что-то. Если бы мы услышали, знаете, такой ответ за тех, за кого молимся, мы бы начали, включили все свое богословие и начали поправлять. Говорит, слушай, ты неправильно говоришь, надо верить, надо вот так вот говорить. Вот так надо говорить. Но здесь этого нет. Здесь его в словах отчаяние, страх, безнадежность. Иисус спрашивает, хочешь ли быть здоров? Да, Господи, но. Заметьте, в его ответе слово «да», а остальное все отчаяние. В его предложении там отчаяние, страх и все остальное. Но Господу было достаточно вот этого его одного желания, то, что все-таки он хочет быть здоров, чтобы начать с ним уже трудиться, чтобы начать его уже исцелять. Слава нашему Господу. Знаете, друзья, он не приходит к нам и не проверяет, не устраивает нам экзамен нашего теологического образования. Сколько мы знаем, сколько мы верим. Нет. Он просто движим любовью, желанием исцелять. И так же с этим человеком Иисус смотрит на него с любовью. Он смотрит на него с состраданием. Он смотрит с тем, чтобы помочь ему и говорит, возьми постель твою и иди. И он слушается, вдруг его ноги, они наливаются силой. Его руки, его спина, его внутренности, он переживает эту сверхъестественную Божью силу. И он, я бы сказал, даже, наверное, автоматически проявляет то послушание, о котором мы с вами говорим сегодня. Он делает то, что Господь ему сказал, хотя в субботу нельзя этого было делать. По их традициям. Он берет постель, и я представляю, с какой радостью. Наверное, в припрыжку побежал там на улице. Он не смотрел, что на нем там грязная одежда или еще что-то, что от него неприятный запах, прическа, может быть, у него страшная там. Уже много месяцев не подстригался, но он бежит, и тут религиозные, важные люди тут же замечают его на улице и говорят, слушай, это вообще недопустимо в праздник, как ты вообще посмел взять постель и идти по улице. Вы знаете, друзья, сегодня происходит то же самое. что касается придирчивых фарисеев, что касается тех людей, которые пытаются что-то усмотреть, заметить, подчеркнуть, то им свойственно то, что они не видят факт исцеления, факт чуда, но они словно нарочно игнорируют это чудо и обращают внимание на какие-то другие незначительные вещи. Итак, первое, мы с вами заметили, что мое послушание Слову Божию оправдано, потому что Иисус сделал для меня так много. Я думаю, что этот больной он не знал так закон, как знали фарисеи и книжники. И когда он встретился с ними, и они пытались его, знаете, так устыдить или ты вообще, как ты так мог взять постель и идти, тот факт, что он не аргументировал с ними языком закона, говорит о том, что это был простой человек. Он просто не знал, что там прописано, он может быть догадывался, но он настолько был восхищен тем, что произошло в его жизни, что он об этом даже не думал. Он просто подчинился тому, что Господь ему сказал. Но те субботы, те установления, которые были, они иногда доходили, они были извращены теми учениями, которые были. А именно, если вы будете читать справочники исторические, то, чтобы обойти эту заповедь, особенно касалось субботу, они умудрялись, чтобы не нести что-то в руках, они просто одевали на себя это, как-то обвязывались, как-то, если это было какое-то покрывало или платок, они могли обвязаться. Если ты это несешь в руках, ты работаешь, нельзя это делать. Если ты как-то обвязался этим, это часть твоего гардероба, и ты уже, то есть, вот таким образом. И, конечно же, это было, знаете, ну как, не совсем объективно, то, что они ему предъявляли. Но что делает этот человек? Что он делает? И я думаю, что для нас всех это замечательный урок. Мы должны взять это для себя. Он отвечает, то, что тот, кто меня исцелил, он мне повелел. Он даже, заметьте, что он даже не знал, как его зовут. Он говорит, я не знаю, кто он, но я просто последовал тому, что он мне сказал. Он мне сказал взять по сель и ходить. Удивительно, насколько циничным бывает мир, люди, не знающие Бога, когда они не видят чудо твоей жизни, когда они не видят то, что произошло. Был наркоманом, был блудником, был тем, разрушал свой собственный дом, разрушал свою жизнь, свое здоровье, а здесь стал человеком благодаря силе, благодати, крови Иисуса Христа. И хотелось бы вспомнить слова апостола. Вы помните, когда их взяли и там сказали, так, пригрозили, слушайте, будете проповедовать, мы вас там, они сказали, ну, кого нам больше бояться, в принципе, вас или вот его? Мы боимся Бога. Вторая мысль, вторая истина, которую мы с вами хотели бы посмотреть, то, что сделал Господь для нас, обязывает для меня, обязывает меня служить Богу. Хотя Господь не говорит с нами таким тоном. Мы не видим, чтобы этот человек стал в числе апостолов, последователей. Нет, Иисус не говорил ему так, что вот если ты будешь служить мне, я тогда от тебя, может быть, исцелю. Иисус никого не обязывал, но наше понимание вот этой ответственности обязанности, оно исходит из нашего благодарного сердца, из того, что Господь нам сделал. Тот, кто меня исцелил, другими словами, обладает такой силой, такой властью, что как же мне ему не служить, как же мне теперь не быть ему послушным, если я пережил такую его силу. Аминь. именно эта сила, которая нас подняла, она делает нас способными служить ему в послушании. Друзья, иногда мы этого не берем во внимание или не отдаем себе отчета. Мы иногда думаем, что то, что я послушен Богу, это мои способности. Нет, оказывается, тот, кто нас воскресил своей силой, Он же дает нам эту способность быть ему послушными. Слышите меня? Это сила Святого Духа. Это то, что говорит апостол Павел, Он дал нам способность быть служителями Нового Завета не буквы, но Духа. Давайте вспомним Илью, пророка. Помните тот эпизод, когда Илья позвал всех, накормил, гору кормил и сказал царю Ахаву, что собери всех пророков Дубравы, всех пророков Вала, там было 400 плюс 450, и давай построим жертвенник, и тот Бог, который ответит посредством огня, тот Бог, которому мы будем служить. И вот, когда все это общество собралось, Библия говорит, что они там построили жертвенник, бегали, кричали, резали себя, кровь бежала с них, и Бог им не ответил. А в канун была засуха 3,5 года по слову Господнему, по слову Ильи, пророка. И вот здесь Илья строит жертвенник, поливает его водой, и его молитва очень короткая. Он молится и говорит, Господи, я все сделал, это 18 глава 3 книги царств, по слову Твоему. Я все сделал по слову Твоему. То есть каждый поступок Ильи, все, что он делал, это было повеление Божьим. И когда он сделал все по слову Божьему, то огонь Божий сошел на этот жертвенник и пожрал и камни, и все, все там, настолько сильный огонь был. И это был такой, знаете, очень сильный резонанс в обществе. Когда Бог ответил так сильно. Если мы скажем, это была прихоть Ильи, что вот так вот Илья захотел, нет, Илья все делал по слову Божьему. Друзья мои, если бы мы научились или стремились к тому, чтобы быть послушными тому, что говорит Писание. Ведь когда мы идем в церковь, мы знакомимся с словом Божьим, мы его слышим, кто-то слышит, кто-то не слышит, кто-то как пришел, ну не услышал, ушел пустым, кто-то ушел недовольным, потому что не понравилось ему слово Божье, а кто-то принял это слово и начал размышлять над этим словом. И, конечно, мы радуемся за этих людей, так или нет, кто принял Божье слово, потому что оно приносит благословение, оно приносит жизнь, оно приносит изменения и полноту, и мы радуемся. Но достаточно ли этого? Друзья, нет. Слово Божье должно еще стать для нас практичным, то есть оно должно исполняться. Нам нужно вырабатывать послушание этому слову, нам нужно научиться делать и жить в соответствии с этим словом. Вы замечаете, друзья, как мир наблюдает за нами, когда мы декларируем, заявляем о себе, что мы христиане, как люди, начинают за нами смотреть по-другому. Вы заметили? Вот я помню, я пришел на работу, а люди говорят, ты, наверное, богомольный, потому что ты с нами в домино не играешь. Я говорю, да, я богомольный. И они потом так, знаете, пристально начинают смотреть за тобой. И если ты что-то там где-то, странным образом, они Библию знают, и они говорят тебе, а вот в твоей-то Библии вот так написано, а ты вот видишь здесь, как-то ты не по Библии поступаешь. Могут укорять тебя, наблюдают за тобой сразу. Вы заметили, есть такое? То есть, ах, ну ты же верующий, ты же богомолишься. Так вот, в вашей Библии так написано, ударили тебя в правую щеку, поставь левую. Я помню, в армию пришел, для меня это был такой вопрос, думаю, ну если ударят меня в правую щеку, Господи, дай мне силы как-то, чтобы, или ситуации такой в моей жизни не было, а то я же не смогу. Библия говорит, если у тебя требуют, берут рубашку, верхнюю одежду, не препятствуй, отдай еще нижнюю рубаху. Если тебя засловят, не отвечай, благословляйте проклинающих вас, простые истины. И те, которые послушны, те, которые следуют, они всегда благословены. Тот, кто послушен Богу, никогда не пожалел за то, что он послушен Богу. Аминь. Вспомнить, помните, 18 глава книги пророка Иеремии, Бог говорит пророку, пойди в дом горшечника, я там тебе скажу что-то. Как будто пророк не мог понять что-то, как будто он не мог услышать что-то, или те люди, кому адресовано было слово, они не могли усвоить того, принять этого, поэтому Бог говорит в самых простых символах, образах, или притчи. Он говорит, пойди в дом горшечника, там я смогу объяснить то, что хочу донести. И вот он приходит, и горшечник работает. Круг такой, знаете, горшечный круг вращается с помощью привода, и на нем глина, смоченная глина. И он смотрит и наблюдает. Для него это знакомая картина. И он мастерски работает с этой глиной, делает сосуд, придает ему форму определенную, знаете, драгоценные сосуды, они имеют такое узкое горлышко, определенную форму, и это нужен особый состав глины. Но если не получалось, горшечник, знаете, что делал? Он просто все мял, и если там был комок, или глина какая-то не тот сорт, или еще что-то, и он делал другой сосуд, попроще такой, знаете, уже не с тонким горлышком, а такой вот просто горшочек. И Бог говорит, скажи дому Израилева, что вы глина в моей руке. Разве я не власти сделает? И мы понимаем с вами, что значит сосуд высокого потребления, это значит какой-то сосуд, такой вот для масел, для благовоний, но есть для низкого потребления. Но человек, который противится воле Божьей, он все равно, друзья, остается этой глиной в его руках. Это мы читаем в Ветхом Завете. Это был тон, это был формат, с которым Бог общался с народом. Почему? Потому что они противились, потому что они не знали Бога, потому что их шея была, знаете, как Бог говорил, ваша шея как медный столб, она не прогибается. Вы настолько упорны в том, что вы делаете, в том зле, в том, что вы противитесь. Но Бог хочет не этого, не такого диалога. Он приходит в нашу жизнь как к этому больному. Он восстанавливает нас, и Он делает нас Его благодатью, Его милостью, послушными детьми Божьими. Последнее, что хочу заметить, друзья, местописание, очень легко и просто запомнить Иоанна 15, 15. Здесь написано, даже 14 стих, вы, друзья мои, если исполняете то, что заповедую вам, я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца моего. Заметьте, ваше положение сейчас уже не рабы. Рабы это кто? Кто связан, кто хочешь, не хочешь, будешь работать. Если попал на галеры, привязали руки, ноги к веслам, будешь гребсти. Если даже будешь противиться, то твои весла будут связаны с веслами других, и все равно будешь гребсти. Ты раб. Это вот так мы без Бога жили. Мы были связаны грехом по рукам, по ногам, и мы то, что мы не хотели, мы делали, делали. Мы гребли, мы служили, не хотели, но делали. Вот положение раба. А здесь Иисус говорит, я не называю вас рабами. То есть не такого послушания Бог ищет и устанавливает, но Он говорит, я называю вас друзьями. Почему? Потому что я вас посвятил во все то, что Отец открыл мне. Ничего не скрыл. Я открыл вам волю. Я посвятил вас. Поэтому Он обращается к нам с вами как к друзьям. А друзья, знаете, они горят желанием сделать то, что Бог ожидает. Бог мне открыл эту истину. И Бог хранит меня, чтобы я еще мог свидетельствовать другим о своей жизни. Мне сейчас всего 93 года. Детей 9, а внуков 38. Самое трудное было, когда еще в 30-х годах мне еще в школе не учился. приехали приехали власти. Было хлеба полон бар. Выгрузили весь хлеб везли. Подошла осень, а у нас хлеба нету. И вот мы с сестрой, с Наташей, нам дали сумочки и ходили по деревням, чтобы с голоду не умереть. Просили кусочку хлеба. Вот это помню. Это 56-м перед Новым годом подготовку делали новогодний алкоголь готовили, там все. А потом когда сходили и после Нового года уже этим алкоголем не пользовались, а мы его в снег вылили. Мне было тогда 32 года. И Евангелие переписывали, вот руки у кого было, переписывали. Пришел на работу и сразу меня начальник вызвал. Готовили для меня статью какую-то, посадить хотели. Свидетелей не началось подписать, потому что начальство жалели меня, чтобы я не исчез у них. И дали штрафу на 4 месяца 25 процентов. Всегда старался, чтобы у нас было собрание. Вот поэтому нас часто пересписывали и штрафовали. Вот с 60-го года это началось, это все такое во времена Хрущева. Никогда не было такой мысли, что повернуть обратно. Я молюсь, чтобы благословил нашего правителя, чтобы это благоденствие все продлилось, и чтобы все многие-многие услышали, увидели Господа. родину педагоги педагоги по